Здесь каждая улица дышит историей, а каждый дом таит в себе множество тайн. Именно поэтому Бобруйск – излюбленное место туристов. Олег Красный – гид и по совместительству заместитель председателя городской религиозной еврейской общины. Он стал экскурсоводом сравнительно недавно, однако уже успел полюбиться публике, как интересный рассказчик. Первым местом, куда мы заглянули, стали развалины старой синагоги, ныне еврейский дворик. Построено здание знаменитым бобруйским красным кирпичом, как принято говорить, разнымберговским, хотя в Бобруйске было целых пять кирпичных заводов. До войны в Бобруйске насчитывалось 47 действующих синагог. Мало кто знает, что разрушена постройка была не во время войны. Совершено целое здание, разобрали на кирпичи сами жители города. Со временем еврейская община сделала здесь городскую площадку, и место обрело новую жизнь. Стены стали говорящими. На них появились баннеры с картинами известного израильского художника. Идем дальше. Порт-Артур, пожалуй, одно из самых загадочных мест. По одной из версий, название объекта не связано с одноименным городом на Дальнем Востоке. Просто здание служило базой группировки, главарем которой был некий Артур. У незамужних бобруйчанок существовало поверье. Если девушка хотела выйти замуж за коренного жителя города, она назначала ему свидание возле порта Артура. И если парень спрашивал, где это, покорить сердце девушки у него не было шансов. Есть легенда о том, что из этого здания в крепость идет подземный ход. Но у нас в действительности в Бобруйске из-под каждого старого здания, по легенде, есть код в крепость. Я думаю, что это легенда, потому что здание все-таки строилось в 1911 году, тогда уже подземные ходы были не в моде. Пообщавшись с местными жителями, которые еще в детстве облазили все подвалы этого дома, мы поняли, что подземного хода здесь нет. Следующим местом нашей экскурсии станет не менее интересное здание старенной пожарной части. Мы с вами в пожарном переулке. У меня за спиной здание пожарной части. Конечно, красивое здание, старинное, больше 100 лет ему, но интересно не то, что это пожарная часть, интересно то, что в этой пожарной части в течение 30 лет жил театр. Случилось так, что стародеревянный театр сгорел, его хозяин подал в суд на пожарную команду, а дальше произошла чисто бобруйская история. По решению суда, часть должна была предоставить место для выступлений, пока храм Мильпомены не будет отстроен заново. Так и случилось это интересное соседство. На первом этаже лошади и повестки с бочками, на втором театр, а на третьем снова огнеборцы. Последний пункт нашей экскурсии – дом Купчихи Кацнельсон, или зеленая библиотека, как привыкли называть ее горожане, визитная карточка нашего города. Владелицу особняка, построенного в 1912 году в архитектурном стиле модерн, называли Железной Брайной. По данным за 1913-й она была названа одной из самых богатых женщин Российской империи. Купчиха Брайна Кацнельсон – очень интересная женщина. Она была женой купца, сразу женщина не могла быть купцом. И муж ее был купцом второй гильдии. Когда он умер, она наследовала его бизнес и развила его до такого состояния, что вышла в первую гильдию. По одной из версий, Купчиха, будучи на отдыхе в Прибалтике, решила перевезти в Бобруск понравившийся ей дом. И сейчас уже сложно сказать, всегда ли особняк был зеленого цвета, так как все фото тех времен были черно-белыми. Город на Березине хранит еще немало тайн. И в планах у экскурсовода позволить как можно большему числу людей прикоснуться к этим загадкам истории. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруск 360.